Боль в пояснице, а в тазобедренных суставах, а застой о лимфочке в тазу, а проблемы с мышцами тазового дна. Сегодня мы их проработаем. У нас упражнение классика тазовые часы. Сейчас мы научимся с вами делать тазовые часы правильно. Итак, привет от Татьяны, 47 лет. У нас новая рубрика «Чтобы тело не болело». Я даже для вас заботливо создала плейлист. Так и называется «Чтобы тело не болело». Давайте учиться делать тазовые часы. Сделаем таз более подвижным. Мы проработаем, данное упражнение прорабатывает как все мышцы тазового дна, так и подвижность позвоночника. Внизу, в тазу. Ложимся аккуратненько с вами через бочок. Так. И через бочок ложимся. Прежде чем приступить к упражнению тазового часа, мы с вами сделаем массаж. Можно с мячиком. У нас, кстати, видите, наконец-то пошел обещанный дождь. Смотрите, как-то я не очень хорошо снимаю. Так, сейчас я, наверное, поставлю себя сверху. Смотрите, нам понадобятся наши прекрасные ручки. Ставим на правый бок. Помните, что всегда камера снимает зеркально. Даже если я вам сейчас ее буду перезеркаливать, все равно часто люди путаются, с какой стороны на какой. Вот, кладем на правый бок. Вот здесь подвздошные кости, вот сюда. Подвздошки. И начинаем. Идем через верх над пупком к левому боку. Сверху видно получше. Смотрите. А, вот одной ручкой покажу. И так мы кладем на правый бок. Вот подвздошная кость. То есть вот у нас животик. И начинаем делать круги. Можно одной ручкой. То есть это правый бок. Мы идем с вами над пупком. И левый бок. И по кругу. Есть две, кстати, теории, как делать. Есть вот так по кругу делают просто. А некоторые говорят, что надо раз и выводить. В принципе, научных доказательств нет о том, что надо вот выводить именно таких теорий. Я не нашла. Поэтому вы, в принципе, как вам откликается, так и можете делать. Ну, вообще в классике делают просто по кругу. И я, видите, поддавливаю слегка. Вот таким образом делаю. Вот. Мы убираем внутребрюшное давление. Также вы можете использовать мячик. Это может быть теннисный мячик. Или вот как у меня, ребристый. Все сразу спрашивают, где такой ребристый купец. Ну, я покупала в спортмастере. Массажный болт такой. И пошли. Катать мячик. Также. Справа. Налево. И по низу. Как вам удобно. Вы его катаете. Смотрите, чем вам удобнее. Вы также подстраиваете себя, упражнение под себя. И теперь мы начинаем делать с вами, собственно, тазовые часы. Так, ложимся. И начинаем делать ротацию таза. Вот у меня ручки лежат. Мы таз подворачиваем к себе. Вот так вот руками. К себе. И ложимся в нейтральную позицию. Не переразгибайтесь как-то вот так. Просто лежите. Видите, у нас дождик. Я замерзла, надела теплую кофту вообще. Какие-то аномалии с погодой. А в Сочи, в Лазаревском, вообще какой-то кошмар. Как и обещали смерчи. И там страшное наводнение. И даже смыло людей в машине моря. И погибла семья. Ну, кошмар. У нас в Анапе пока ничего такого не было. Причем странно, что дождь идет. Шел вокруг везде. Только не в самом центре Анапе. Но все время стихка капает. Ладно, поехали дальше. Кстати, к вопросу про Анапу. В общем-то, нормальная погода. Не знаю, что только здесь маленький дождик. И многие дома топят. Ну, ладно, следующий ролик наговорю. Поехали. И начинаем. Смотрите, вы представляете, что здесь у вас часы. Здесь циферблат 12 стрелка. Здесь 6. Здесь у нас 3. Здесь 9. Ну, и, соответственно, циферблат. И начинаем. Сначала мы делаем с вами вот такие подкручивающие движения. Работаем над ротацией таза. Мы к себе. Амплитуда очень маленькая. Вы работаете на своем амплитуде. Специально не переразгибайтесь. То есть, получается, по сути, вы только подкручиваете поясницу. И возвращаетесь в нейтральное положение, как лежали. Подкручиваетесь. Возвращаетесь в нейтральное положение, как лежали. Опять подкручиваете таз. Сделайте так 5 раз. Опять подкручиваете. И в нейтральное положение, как лежали. Далее мы начинаем перекатывать. Перекатывать. То есть, 3 часа. Вот здесь мы шли сейчас с вами. 12, 6 часов. 12, 6 часов. Теперь 3 часа, 9 часов, 3 часа, 9 часов, 3 часа, 9 часов. Также 5 раз. 3 часа, 9 часов, 3 часа, 9 часов. Затем у нас наискосочек получается, что там 10 и 7 часов. То есть, понятно, по этой линии. Так, так, так. То есть, внутри себе представляете. 10 часов, 7 часов. 10 часов, 7 часов. 10 часов, 7 часов. 10 часов, 7 часов. Дальше у нас сколько? 8 часов и сколько это? Скажите мне. Час. Вот. 8 час. 8, час. 8, час. 8, час. И делайте так во всех параллелях по несколько раз с утра. Когда вы уже освоите все эти движения, вы начинаете делать по кругу. Как будто бы здесь яблочко катись, яблочко по тарелочке. Покажи мне чужие, родные девушки. И в другую сторону. Вот такие прекрасные упражнения с утра делайте, и у вас, во-первых, не будет сдутия живота, будут нормализоваться мышцы тазового дна, что мышцы тазового дна очень серьезно связаны также с лицом. И будет уходить боль с поясницей. В общем, делайте упражнения, и спина не будет болеть. Все, мои хорошие, задавайте вопросы под видео. Что мы с вами будем делать еще? Что вам интересно? Пока-пока. А, и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Конечно же, все это в той листке, чтобы тело не болело. Субтитры сделал DimaTorzok